Премьер-министр России на саммите ОТЭС заявил, что Россия проходит через сложный период в связи с обрушением цен на нефть, падением курса рубля и санкционным давлением. Но несмотря на это, ситуация в экономике стабильна. То есть три позиции мешают России, по мнению Медведева, и все-таки он держит все под контролем. Однако Росстат говорит о том, что к октябрю безработица выросла на 8%, правительство при этом режет социалку и пенсии, ужимая все и вся. Так действительно ли экономика стабильна? С другой стороны, для кого премьер это говорит? Перед кем он оправдывается? Своим экспертным мнением с накануни ТВ поделился экономист, профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Вы правильно сказали, что это именно автардовая часть позиции. То есть на самом-то деле превратиться с господином Медведевым, тогда получается, что у нашей экономики нет руля-ветрила, а все определяется ветрями, которые идут на мировых финансовых и товарных рынках. Это очень серьезное заявление, которое действительно еще раз предоставляет нас задать вопрос. Вы чем управляете, как управляете? Или вы просто нам рассказываете о том, куда мы плывем? Эксперт уверен, представлять свою страну таким образом совершенно неправильно. Поиск инвесторов на саммите АТЭС превращается в поиск покупателей стратегических предприятий России по дешевке. А народ успокаивает, что инвестиции обеспечены и экономика стабильна. То, что сегодня правительство Медведева называет инвестициями, это фактически покупка за копейки наших предприятий. Это не инвестиции. Нам нужны другие инвестиции, капиталообразующие. То есть это восстановление разрушенных основных фондов, это создание новых производств, это модернизация существующих производств. Вот это и есть инвестиции. А то, что они называют инвестициями. Это а, стекулятивное распределение существующих активов. И б, это инвестиции, которые осуществляются и резидентами, то есть иностранцами. Создать свою эффективную экономику нереально, пока за спиной правительства стоят глобальные транснациональные корпорации и банки. Пока мы сами не поймем это, ничего не изменится, уверен Валентин Катасонов. Поэтому и правительство сейчас ничего не может сделать хорошего для России. Оно ничего не может, да, но при этом оно продолжает все эти люди. Собственно, это их основная функция. Это не строительство Российской Федерации, а это холоднями администрациями. Безусловно, что у холоднями администрации все-таки есть какие-то функции. Одна из этих функций – это контролировать ситуацию, докладывать об этой ситуации наверх. Это раз. И во-вторых, это считать регулярные вербальные интервенции. Под вербальным интервенцией я имею в виду успокоение и даже прямой обман населения соответствующей страны, в данном случае России. Вот этим и занимается господин Гитлер. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануня ТВ. Подписывайтесь на канал Накануня ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».